Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Итак, Иисус ходил по городам и по селам и по синагогам их, научая тем нас воздавать за злословием, не за злословием, но большими благодеяниями. Если ты оказываешь благодеяние своим царапам, не для людей, но для Бога, так как бы они ни поступали, не переставай благодетельствовать, чтобы получить большую мзду. А кто перестает благодетельствовать, потому что его злословят. Тот человек показывает, что он благотворил не ради Бога, но ради похвалы от людей. Вот почему Христос, научая нас, что он по одной благости пришел благодетельствовать, не дожидался того, чтобы приходили к нему страждущие, а сам поспешал к ним, принося им два величайших блага. Во-первых, Евангелие Царствия, во-вторых, исцеление от всех болезней. Он ни города не проходил мимо, ни селения не пропускал, но посещал всякое место. Даже и тем не довольствуется, но показывает еще большую заботливость. «Видя толпы народа, — говорит евангелист, — он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда, — говорит ученикам своим, — жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы вышел делатель на жатву свою». Девятая глава Евангелия от Матфея. «Смотри опять, как он далек от тщеславия. Чтобы не водить всех за собой, он посылает учеников. Впрочем, не для того только посылает, но и для собственного их обучения, чтобы образовались в Палестине, как бы в некотором училище, ротоборство. Они приготовили себя к подвигам в целом мире. Потому-то, как юных пенцов приучает Кританию, он открывает обширнейшее поприще для их действия. Сколько было то соразмерно с их силами, чтобы они удобнее могли приступить к последующим подвигам. И сначала делает их только врачами тел, чтобы после верить им в важнейшее врачевание душ. И смотри, как показывает легкость и необходимость этого дела. Жатвы, говорит он, много, а делатели мало. Я, говорит, посылаю вас не сеять, но жать. Потом образом сказал он и у Иоанна. Другие трудились, а вы вошли в труд их. Вот я посылаю вас, как овес среди волков. Итак, будьте мудры, как змии, и кротки, как голуби. 10 глава от Матфея. После того, как Господь обеспечил апостолов относительно пропитания и отверз им все дома, Он и самый вход их сделал достойным уважения, повелевая им ходить не как скитающимся и нищим, но как таким людям, которые гораздо почтеннее самих принимающих их. Это именно дал Он разуметь, как словами «трудящийся достоин пропитания», так и повелением осведомляться о достойных и у них оставаться, а равно повелением приветствовать приемлющих и угрозой жестоких казней неприемлющим. Когда таким образом Он освободил их от заботы о пропитании, но окружил знамениями, сделав их как бы железными и адамантовыми, отрешив от всего житейского и освободив от всех временных забот, тогда-то Он начинает говорить уже и о тех бедствиях, которые имели их постигнуть, и не только о тех, которые должны были наступить вскоре, но и о тех, которые имели последовать по прошествии многого времени, и таким образом заранее приготовляют их в брани против дьявола. Этим достиглось многое, во-первых, апостоли узнали силу предведения Его, во-вторых, никто уже не мог думать, что эти бедствия происходят от бессилия учителя. В-третьих, те, которые должны были терпеть эти бедствия, не могли ужасаться им, как непредвиденным и неожиданным. И в-четвертых, слыша это, апостолы не должны были смущаться, и при наступлении времени крестных страданий, как они смутились в то время, когда Он, обличая их, говорил, «От того, что Я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше, и никто из вас не спрашивает Меня, куда идешь». Иоанна 16 глава. «Впрочем, Он о себе еще ничего не говорит. Не говорит, например, что Он будет связан, мучен и умершлен, чтобы этим не возмутить сердец их, а только предсказывает им то, что имелось с Ним случиться. Не смущайтесь, говорит Он, что Я вас посылаю, как овец среди волков, и повелеваю, чтобы вы были, как голуби. Я мог поступить иначе, я мог не попустить, претерпевать вам какое-либо зло, и не предавать вас, как овец волкам. Я мог сделать вас страшнее львов, но лучше этому быть так. Это и вам приносит воли и славы, и Мою возвещает силу. Такова Моя воля относительно вас. Итак, когда Господь говорит, вот Я посылаю вас, как овец, давал им разуметь, не унывайте, я знаю, мне совершенно известно, что вы, в особенности поступая таким образом, не будете никем побеждены. Далее, чтобы они сколько-нибудь и сами содействовали, чтобы не все, не все казалось делом одной благодати, и чтобы не подумали, что они получали венцы ни за что, говорит, будьте мудры, как змии, и кротки, как голуби. Но поможет ли нам, сколько-нибудь скажут, наша мудрость и таких опасностей. И можно ли иметь какую-либо мудрость, когда нас обуревают такие волны? Сколько бы овца мудра ни была, но что она может сделать среди волков, и при том среди такого множества волков? Для бессловесных тут нет никакой пользы, а для вас польза величайшая. Но посмотрим, какая здесь требуется мудрость. Мудрость змеинная. Как змей ничего не пережет. И когда самое тело его рассекает на части, не сильно защищается, чтобы только соблюсти голову. Так и ты, говорит Христос, все отдай, и имение, и тело, и самую душу, кроме веры. Вера есть глава и корень. Если ты сохранишь ее, то хотя бы и все потерял, опять все приобретешь с большей славой. Вот почему Господь повелел быть им не простыми только и не злобливыми, и не мудрыми только, но собакупил то и другое, чтобы за то-то, за того и другого составилось добродетель. Он требовал змеиной мудрости для предостережения от опаснейших поражений, а глубинного не злобия для предотвращения мстительности за обиды и отплаты за наветы. Потому что нет никакой пользы и в мудрости, когда она не сойдена с не злобием. Аминь. Завтра сделаем освящение плодов. Что есть? Приносите плоды на освящение. Что есть? Не наелись. Ну и что наелись? Наелись, наелись. Лучше сделать позже, чем никогда. С миром Божиим. С миром Божиим.